Задняя пружина Opel Corsa D после 12 лет эксплуатации и в 85 тысяч пробега. Мы видим, что здесь отошла краска. Сейчас я её отмою и посмотрим детальнее, что же с ней произошло. Ну что, я помыл пружину. Видите, её поверхность вот здесь вот. Хотя на ней ещё осталась краска, но здесь видно вот такие устойчивые загрязнения. То есть, возможно, изнутри она проржавела. Но особенно видно это хорошо вот здесь. Вот сейчас я это приближу вам и мы всё это разглядим. Вот видите. Вот сейчас ещё сфотографирую и будут фотографии. Вот. То есть, здесь тоже идёт такое разрушение сильное. Вот оно. Вот оно. Сейчас ещё крупнее сделаю. Сейчас сфокусируется только камера. Вот оно пошло. Вот страшное. Вот здесь самая ржавчина. И знаете, при уменьшении диаметра площадь уменьшается пропорционально квадрату. Вот поэтому вот эта поверхностная коррозия существенно уменьшает показатели пружины. Ну, естественно, есть сама усталость металла, которая тоже даёт о себе знать. Поэтому пружина рекомендуется менять каждые две замены амортизаторов. То есть, вместе с третьим амортизатором ставить новую пружину. Спасибо большое за внимание. Смотрите продолжение в следующей части.